Город Карачаевск в эти дни переживает преобразование. В нем строятся объекты для отдыха и спорта, ремонтируются тротуары и самое главное в этом году взялись за перекрытие крыш, многоэтажных домов и благоустройство воровых территорий. Каких объектов коснутся новшества, выясняла Мадина Каракетова. Карачаевск без преувеличения можно назвать самым милейшим уголком Карачаева Черкесии, обрамленный горными вершинами, утопающий в пышной зелени, дышащий свежестью студенческий город не оставляет равнодушным того, кто хоть раз здесь побывал. Гордом неонов, эрисов и сирени называют его старожилой, которые помнят Карачаев в самом его рассвете и признаются, что очень хочется, чтобы этот город оставался таким же уютным и красивым. В последние несколько лет в Карачаевске появилось немало нужных и важных объектов. Это открытый бассейн, новый благоустроенный парк культуры и отдыха «Зеленый остров», фонтан на главной городской площади наконец-то заработал, строится ледовый дворец. В эти дни кипит работа и по благоустройству пешеходных дорог. Особенно это радует молодых горожанок. Теперь можно смело ходить по аллеям, без риска сломать каблучок. Стало комфортнее ходить по этой территории, не нужно обходить дорогу, чтобы как-то адекватно дойти до работы и так далее. Стало намного удобно перебираться, допустим, на «Зеленый остров». Раньше было неудобно, везде были камни. Сейчас очень даже удобно, красиво, эстетично. В этом году в Карачаевском городском округе запланировано благоустройство двух аллей по федеральной программе «Городская среда». Сейчас на стадии окончания строительства аллеи по улице Ленина в городе Карачаевске протяженностью более 330 метров, площадью более 1000 квадратных метров. В данном проекте предусматривается устройство тротуаров, плитки, скамейки и зеленая зона. Это будут насажены цветы, декоративные деревья. Точно такой же объект протяженностью 252 метра и с малоархитектурными формами благоустройства строится и в Тиберде. По этой же программе предусмотрено благоустройство и ремонт 10 дворовых территорий. Строительство дворовых территорий у нас по программе идет уже более пяти лет. Это было предусмотрено до 2025 года. Сейчас она сделана бессрочной в связи с ограничением источника финансирования. Дворы для ремонта выбирали по принципу самые запущенные. В городе Карачаевске таких два двора по улице Курджива 2 и 2Б. Здесь очень ждут обещанных преобразований. Мы очень сильно хотим площадку, потому что в нашем дворе очень много детей и скучно. Посмотрите, все вот обрушилось. Сколько вот здесь двое женщин ноги поломали здесь. Очень грязно. Там мусор с общежития, с того дома, с магазина, со всех. И даже машины приезжают, этот мусор все туда кидают. Невозможный запах страшный. Нет ничего абсолютно для детей. То они туда наверх бегают, то туда бегают, то сюда бегают. Негде им играть. А лет 15 назад, когда в этот дом переезжала Мариам Байчурова, этот двор был одним из самых красивых и благоустроенных в округе. Были и клумбы, и детская площадка, и аллеи с бордюрами. Но со временем все приходит в негодность, а тем более, если времени помогают и местные вандалы. В этом году нам обещали все это сделать. Мы вот ждем, как порядочные люди, не спешим. Аллах, это нам все сделает. Дом, конечно, старый. Ему где-то лет 50 есть. А так, не то что двор. У нас в подъездах тоже все рушится. Сами по себе делаем, своими силами. Вопросов к управляющей компании накопилось много, рассказывают жители многоквартирного дома по Курджиева 2Б. К соседям, неплательщикам и собачникам, выгуливающим своих питомцев, где попало и как попало так же. Но это уже другая история. А пока пару недель назад приезжали, сняли самодельные ограждения с импровизированных клумб, обещали, что в скором времени их дворы преобразятся до неузнаваемости. Житель домов по Курджиева 2 и 2Б очень надеются, что это будет действительно скоро. Позитивные изменения, но уже связанные с переустройством и капитальным ремонтом кровли чувствуют жители четырех старых пятиэтажек, как говорят горожане. На улицах Орженикидзе 1А, Курджиева 18 и Мира 9. И на зеленой 33 в Марайаге. Данные крыши находятся уже в недоторительном состоянии. Были массовые жалобы и в сторону управляющей компании, и в сторону администрации. И администрация, когда создавала краткосрочный план, она отправила в Минстрой с просьбой заменить именно вот эти дома, которые крыши по данным домам. Ну там действительно состояние на пятых этажах, на верхних этажах квартиры там такое плачевное. Парженики Ц1А плоскую кровлю заменят на скатную. На данный момент завершаются работы по установке стропильной системы. Строители устанавливают обрешетку. У Курджиева уже примерно на такой же стадии. Там капитальный ремонт крыши, там уже была шатровая крыша. С шифером. На данный момент уже тоже стропильная система установлена. Пленкой все накрыли. По зеленой 33 сейчас идут работы по заливке бетонных столбиков и так далее. Укрепление стоек. На данный момент там тоже капитальный ремонт крыши. Мы тоже начали, но там чуть-чуть на раннем этапе. Ну вот крыша довольно простая, поэтому думаю через месяц они уже должны завершать работу. Так что дождливую осень жильцы этих четырех домов встретят уже без тазиков под потолком. Благоустройство Карачаевского городского округа продолжится. Идей много. И мы обязательно порадуемся преобразованием вместе с жителями красивого и уютного Карачаевска. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Миха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия. Карачаевск.